Значит, ну как-то мы в некотором роде попривыкли к тому, что часть Курской области не контролируется российским правительством. Нам это нравится. Руководство Украины уже заявило, что никакого присоединения не будет и референдума не будет. Я вообще думал сделать в качестве заглавия этой трансляции такой тезис. Вопрос, а будет ли паспортизация регионов Курской области? А потом подумал, что это не то место, где нужно хайповать. Почему? Потому что никто просто так паспорта Украины никому раздавать не будет. Мы же не ражка какая-то, которая свои фантики раздает, причем, которая нигде не признается, кроме России, в принудительном порядке. Паспорт Украины нужно заслужить, заслужить и заслужить. Других вариантов, в принципе, не предусматривается. Кстати, друзья, в части сбора мы же тут самое главное не сделали. Мы же не посмотрели на нашего прекрасного Павла Казарина. Это тоже важный момент. Сделаем этот призыв непосредственно от того, чтобы вы знали, кому мы собираем денежки и продолжим стрим. Привет, друзья. Я Павел Казарин, главный сержант роти ударных БПЛА. Мы сейчас на Купинском направлении, и, знаете, один из самых больших дефицитов тут – это ребы. Ребы, которые способны защищать, скажем, такие машины. 300 тысяч – это инвестиция в безопасность одного автора. Сколько раз он врятает жизнь, даже не знаю, возможно, 10, возможно, 20, возможно, 30, может, каждый день в продолжение следующего года. Мы не Россия. Мы не можем дозволить себе воювать миясом. Саме тому нам нужно защищать наш особенный склад. Каждый купленный реб – это инвестиция в безопасность, это инвестиция в победу и, в конце концов, это инвестиция в Украину. Ну что, поможете? Еще раз, ссылочки в описании, все есть необходимые, и на экране вы видите соответствующий QR-код. Так, значит, что касается Курска. Мне кажется, будет сейчас происходить очень интересное там явление. Дело в том, что российские товарищи, они понемножечку, только не надо смеяться, будут эту тему выводить в некотором роде из фокуса общественного внимания. Ну, во-первых, что-то как-то зазвучали, всякие заявления разных генерал-губернаторов, а, простите, генерал-лейтенантов а-ля Трезвый Гурюлев, что, в принципе, само по себе звучит немножечко смешно. И, да, я тут смотрю, что вы пишете по поводу звука. Значит, со звуком все хорошо. Трезвый Гурюлев действительно звучит немножечко смешно. Но он говорит о том, что торопиться освобождать Курскую область не надо. И таких заявлений все больше и больше. Некоторые товарищи начали писать такие странные речи о том, что все это надолго. И когда-нибудь в будущем обязательно это произойдет. Но, с большой вероятностью, после того, как на каком-то этапе мы выйдем на переговоры, это слово теперь звучит как-то очень и очень странно в разрезе тех событий, которые происходят. Но в теории говорят, что все войны заканчиваются переговорами. Не уверен, что это наш случай. Скорее всего, на каком-то этапе просто Путина грохнут. И что дальше? Россияне займутся своей жизнью. Перестанут отправлять срочников на войну. И не только срочников. Потому что какие-то разговоры такие. Слушайте, как вам вообще сам вот этот вот подход? Что со срочниками дело как-то пошло веселее. Дело в том, что отправляя на войну срочников, знаете, что происходит? Он, Владимир Владимирович, он просто экономит. Ну, посчитайте. Взять какого-нибудь так называемого контрактника, тире в кавычках добровольца, который по каким-то причинам решил подписать контракт. И ему надо заплатить как минимум 1,9 миллиона рублей только за то, что он доехал до Москвы и подписал этот контракт в российской столице. Со срочниками таких проблем нет. Они, а, уже в армии, на них легко надавить, если что, избить и так далее. А самое главное, не надо платить вот эти вот безумные бонусы, чтобы они отправились на то, чтобы топить вот это вот безумие своими телами, своими жизнями. Хотя, вроде как, Путин неоднократно заявлял, что срочники принимать участие в боях не будут. Но в Курской области они были. Некоторые, кому повезло больше, попали в плен. Многие погибли. И первые, соответственно, некрологи уже начали появляться в российских социальных сетях. И, да, в отличие от дорого обходящихся контрактников, срочники являются фактически бесплатными. Срочники, срочников, ну их же уже не надо набирать. Там 150 тысяч во время этого призыва было набрано по всей России. И тут, как говорится, дело техники организации. Почему я делаю вывод, что понемножечку в России будут все меньше и меньше говорить о событиях в Курске. Потому что Курск ему, как это, болит и муреет. Генералы говорят о том, что можно как-то прожить и без Курской области. Тут вообще начали звучать прекрасные сообщения о том, что с части Курской области, особенно в районе Теткина, российская армия отступила, взорвав за собой мосты через реку Сейм. И что получается? С одной стороны, авиабомбами мосты взрывает украинская армия через реку Сейм. А в некоторых местах они сами это делают при отступлении. Это пишут военкоры. Разные-разные взорвали при отступлении мосты в районе Теткина. Что такое Теткина? Ну, Теткина не Дядкина. И если бы Теткина была Дядькиным, то, наверное, в общем, мы переименуем на каком-то этапе этот населенный пункт. Но мне кажется, что мы должны здесь подчеркнуть. Теткина, оно отверветит сполна за все сраждания нашего Белопилля, которое как раз, если так посмотреть на карту, напротив от линии государственной границы. И если российские вояки думают, что они вот в этом месте с одной стороны мосты взорвали, если будет необходимость, украинская армия зайдет по другой дороге. Ну, это так. Просто предложение подумать. Значит, почему я делаю вывод, что они сейчас тему Курска будут всячески гасить? Ну, во-первых, была объявлена война военкором. И я считаю, что это в некотором роде тревожное свидетельство неблагополучия на фронте. Ну, особенно в Курской области. То есть, что получается? Не имея возможности стабилизировать ситуацию в Курской области, власть бросила все силы, чтобы преградить распространение неконтролируемой правдивой информации оттуда. Ведь пока военкоры не начали разводить панику, их почему-то считали какими-то особыми, какой-то кастой. Хотя по большому счету это все солдаты Владимира Путина, только другой отдел. Это информационные войска Путина, которые осуществляют информационные преступления. Значит, этот конфликт между пропагандистами обыкновенными и, например, Апти Аллаудиновым, ну, это вышел наружу, когда Аллаудинов назвал военкоров курочками женского рода и чмошниками. Тут вообще важно сказать следующее. Вот командир Ахмат, он же кто? Он, кроме всего, заместитель начальника главного военно-политического управления вооруженных сил Российской Федерации. То есть он занимает должность в системе Министерства обороны. Так вот, он некоторых даже угрожал им расстрелом и называл их врагами и пособниками украинцев. Вообще, Аллаудинов в этом плане, он, наверное, самый прекрасный товарищ, потому что он ответственный за информационное сопровождение этой операции, то есть как российская армия справляется. И они с Дон Доном, который сейчас на новой Тесле, кибертраке коняет по грозному, с пулеметом установленным, играет в игру 2-3 дня. Нет, не 2-3 недели, а именно 2-3 дня, и все будет завершено. Это, конечно, жалкий плагиат, и мы знаем на кого. Так вот, что Аллаудинов говорил? Даже по пунктам, если разобраться, и сразу хочу сказать, что 2-3 дня уже прошло, было заявление, что силы РФ завершают блокирование ВСУ на территории Курской области. Кто это сказал? Апти Аллаудинов. Он вообще не менее 5 раз распространял информацию о блокировке украинского наступления и выдворении противника с российской территории, то есть нас. И все это оказалось брехней, ну то есть фейками, призванными приукрасить ситуацию, в то время как украинская армия продолжает захватывать новые территории. Так вот, этот Аллаудинов еще выложил ролик, что якобы украинские солдаты решили посмотреть, где пятерочка, и записать какое-то небольшое видео возле этой пятерочки. И он это все подмонтировал таким образом, что они там что-то записывают, говорят прекрасные слова, и туда прилетает снаряд. И он там хихикает, мол, это сделал охмат. Хотя понятно, этот хвостик, этот взрыв они смонтировали, причем с какого-то видео, такое впечатление, там где как раз погиб боец из Чечни. Что еще рассказывал Аллаудинов? У ВСУ нет ретивого желания, как раньше рваться вперед на Курском направлении. ВСУ на Курском направлении постепенно начинает окапываться, чтобы избежать уничтожения. ВСУ планировали захватить Курскую АЭС к 11 августа. Эта задача не выполнена. То есть, таким образом, всем было заявлено, что не все так плохо, не все так страшно. Курская АЭС уже пока не отключена от энергосистемы Российской Федерации. Или еще, в ВСУ не выполнили задачу в Курской области. Большая часть противника уничтожена. Хотя, все это время, что происходит? Происходит проформирование по реке МСЭМ, новой линии фронта. И эта река МСЭМ, она по факту является природным рубежом обороны. С большой вероятностью и для нас, и российских товарищей. А вообще, Лаудинов является автором такой фразы. От 17-го, 11-го, какого? Правильно, 22-го года. Враг так быстро бежит, что мы не можем за ним угнаться. Ну и сейчас модно, чтобы происходило то, что называется, разминуться. Возвращаемся к нашей Курской области. И моему предположению, что понемножечку они просто сейчас вокруг этой территории ведут режим радиомолчания. Значит, ну, по факту, военное и политическое руководство российской федерации, будучи неспособными остановить украинское вторжение, пытаются создать режим молчания вокруг него. И поэтому начинают щемить этих блогеров. Хотя некоторые вещи, они прикольные там рассказывают. Например, о потере суджи первые начали говорить и в украинском наступлении начали говорить военкоры. И именно они в той или иной мере фиксировали вот эту серьезность наших намерей и масштаб наступления. А Лаудинов еще, кажется, до вчерашнего дня всем хотел как-то нагородить, что он контролирует суджу. Ну или маленький, очень маленький кусочек этой суджи. И потом к тому, чтобы шеймить этих российских пропагандистов, которые чуть-чуть добавили красок в происходящее на фарантах, подключились там и депутаты Государственной Думы. Тут есть у них такой чувак Динар Гальмутдинов. Он всех обвинил в трансляции фейков. И военблогеров назвал даже угрозой для Российской Федерации. Я вообще считаю, что угрозой является Владимир Путин, но тут мнения могут быть, как говорится, разные. И была мысль наказывать их за безответственность. И заявлено, что авантюрная попытка привлечь подписчиков приводит к росту тревожных настроений, а иногда и откровенной панике в Российской Федерации. Ну, такое впечатление. Если так будет продолжаться, то на ней вообще телевизор там перестанут смотреть. Там был еще один скандал. Там один товарищ на Ростове, Максим Юсин, предложил просто смириться, что приграничные области России они превратятся в серую зону. Ну, то есть в санитарную зону, как когда-то это прогнозировал или мечтал об этом Владимир Путин. Короче, история прекрасная. И вот какой я бы сделал из этого вывод. То, что россиян сознательно дезинформируют, ну, это не новость, и тут и россияне сами сознательно дезинформируются. Но раз по Курску начали проводить такие работы, то, очевидно, ситуация под Курском еще более серьезная, чем об этом пишут даже те же военкоры. И пока российское наступление на Донбассе слову успешно, этих товарищей не только не трогали, а наоборот, они появлялись на федеральных каналах, на их сообщения ссылались СМИ. И само присутствие так называемых блогеров вроде как поддерживало тезис о том, что это народная война, хотя он не особо-то и заходит, этот тезис. Это тоже надо признать. А вот сейчас, прижимая военкоров, власть фактически расписывается в неспособности изменить ситуацию в Курской области военными методами. А тут еще Гиркин со своим страшным прогнозом. Кстати, нужно отдать должное, что не только он один выступает с такими паническими заявлениями. Он там через свою жену передал шифровку из тюрьмы. Он же у нас отбывает наказание, потому что покусился на святое, начал крышить батон на Владимира Путина, а Владимир Путин, пока он жив, он такие вещи, конечно же, не прощает. Сейчас, одну секундочку. И что заявил Пригожин? Он говорит, что Курск или операция в Курской области это все для того, чтобы отвлечь внимание от нового, какого-то страшного удара, который нанесет Украина. Где же этот удар будет, никто не знает. Но у меня есть несколько версий. Я думаю, что нужно использовать наши новые противобункерные бомбы по прямому назначению. Зачем миллион снарядов, если можно использовать четко одну бомбу? И каждый думает, о чем же идет речь? Куда можно отправить такое количество боеприпасов? А вообще, эта история, она в некотором роде очень похожа на то, что было с Евгением Пригожиным. Он же тоже был в некотором роде таким коллективным военкором. Такой неудобный, материл на Шойгу, на Герасимова. Называл Путина стареньким, не то, ну в общем, стареньким дедушкой, который может быть неправым со всеми вытекающими последствиями. И вот, когда Пригожин начал через свой телеграм-канал или даже группу телеграм-каналов серьезно влиять на информационную повестку в России и в Москве в частности, ну имеется в виду, как в политическом, как политического центра, то что произошло? Его просто убили. И все прекрасно знают, кто убил Евгения Викторовича Пригожина. Это был Владимир Путин. А кого он крыл трехэтажным матом? Внимание, Шойгу я сказал, Герасимов сказал, Путин сказал. А там есть еще один товарищ, генерал Лапин, который сейчас руководит группировкой «Север», ну и напрямую отвечает за происходящее в Курдской области. И ему туда хорошенько досталось. Он его чехвостил, как последнюю пи-пи-пи-пи-пи, каждый подставит в меру своей фантазии. Так что, если тогда российской власти было легче устранить Пригожина, чем, собственно говоря, ликвидировать проблемы, о которых он говорил, то с большой вероятностью сейчас будет что-то подобное. Короче, они будут эту информацию всячески, ну, скажем так, приукрашать, с одной стороны. Это понятно. С другой стороны, это же, ну, расписка в том, что они не могут изменить ситуацию в Курдской области военными методами. Нет, у них там есть такие военкоры, которые на службе непосредственно Министерства обороны, я думаю, что они, в принципе, находятся в штате российского военного ведомства, типа Сладкова, который там написал такой просто мегатекст о том, какой прошел форум в России. Армия Россия, так он называется, это как раз вот в том месте, где стоит храм, построенный для хранения фуражки Гитлера. Да, вот это вот черное капище. И там у него такой текст был патриотический, что столько он увидел страшных разработок. И вот еще, еще, и все оно не имеет аналога. И сейчас как ухнем. И надо было бы дописать и освободим Курскую область, но он почему-то решил об этом не писать. Так что пока ясно одно, что политрук из Министерства обороны, попутно человек Кадыров Абтиал Ронович Алауддинов, он просто проповедует это и выдает просто чушь. И это можно объяснить, что ситуация развивается по неблагоприятному сценарию. Мосты на территории России взрываются. И с мостами вообще интересная штука. Вот я уже сказал, что российская армия по информации тех же военкоров, отступая туда, в сторону Теткина, взорвала два моста. А ведь совсем недавно, вот совсем недавно, по поводу этих мостов звучали вот такие вот вещи. То есть те, кто предлагал обахнуть мосты на территории Российской Федерации, ну как-то предавались чуть ли не анафемами. Ну у нас тут один деятель, недавно ставший россиянином, все возмущался тому, что я предлагал нанести удар, дав три дня на то, чтобы покинули города. По тем городам, откуда идет угроза нашей Родины. И этот же умник предложил взорвать на территории Курской губернии мосты. И что? Мосты, это российская армия начала взрывать. И это прекрасно. Мостов, кстати, на пути к Москве достаточно много. мастерская армия. мастерская армия. Мостов, мастерская армия. Мостов, мастерская армия. Мостов, Мостов, мастерская армия. Мостов, мастерская армия. Мостов, мастерская армия. Продолжение следует...